15 минут потребовалось Михаилу Гулевскому, чтобы рассказать о жизни города в прошлом году. И он с удовольствием сослался на журнал Forbes. Издание включило Липецк в тридцатку лучших городов для ведения бизнеса. Есть, конечно, недостатки, но над ними работают. Например, качество дорог. Ощущается дефицит профессиональных подрядных организаций, участвующих в торгах за муниципальные контракты. Отсюда порой неудовлетворительные качества выполненных работ. В 2013 году мы начали работу по организации контроля за подрядными организациями на всех этапах. Депутаты сегодня буквально забросали мэра вопросами. Каждый пытался решить проблемы своих избирателей, которые не попали в годовой отчет. У нас на тракторе мы открыли бар пивной. И назвали его Йо-бар. И вот идут дети, мне звонят родители и читают, кому как понравится. Это по всему городу и есть такие проблемные вопросы. И названия самые различные, и фасады этих названий тоже самые. Поэтому все надо унифицировать в этом направлении. Больше всего вопросов сегодня возникло по ЖКХ. У депутата Сергея Петухова лопнуло терпение, и он даже пожаловался на депутата Анатолия Наумова, который много лет в ЖКХ-бизнесе. Работа управляющей компании «Центральный-1» на Неспутник, уборка территории дворов по улице Неделина, Мичурина. Годами не вывозится мусор. Моя точка зрения, и я думаю, с ней многие из вас согласятся, и Анатолий Петрович Наумов, мы сделаем муниципальную кампанию. А еще лучше сделать народное ЖКХ-предприятие. Городоначальник умело расправился со всеми вопросами. И, конечно, не забыл про обещание. Подумать об организации велодорожек в Лагу, заняться ремонтом дорог в частном секторе, и сдать плавательный бассейн на Матырском. У мэра, как всегда, все получилось. Такими отчетами опытного аппаратчика не напугать. Татьяна Ермишина, Вадим Гопанчук, ТВК Новости.